Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахико Латвин. И сегодня мы с вами по традиции разберем один единственный стих. Стих, который может показаться просто стартовым, с которого начинается интересное повествование. И сам тоже в детстве, особенно читая эту историю интересную, интригующую, с множеством особенностей, с множеством толкований, которые дали и святые отцы, и современные авторы, вот мимо него как-то пробегаешь мимо этого стиха. Потому что дальше начинается настоящий захватывающий сюжет. Просто кажется, ну какая-то связочка, какая-то вставочка. А на самом деле он может нам помочь понять и ответить на вопрос. «А почему Господь вот мне помогает меньше, чем другим людям? Как-то он мне меньше внимания уделяет. А на самом деле так? Или, может, это я заблуждаюсь? А если это так, то какие факторы, какие оказывают на такое решение Божие воздействие? Зависит ли это от меня или не зависит? Разберемся. Итак, Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Все, стих закончился. И что же Господь, ну дальше-то пойдет, что, как я и говорил, интересное. Гадаринский бесноватый, он там раздирает цепи, живет в гробах. Там Господь его исцеляет, в нем легион бесов изгоняет. Они свиньи вселяются, свиньи прыгают в море. Приходят эти жители Гадаринской страны, прогоняют спасителей. Ну то есть просят, мы тебя уважаем, ну ты уйди, ты нам мешаешься, Господи. Но все начинается с этого коротенького стиха. Он тоже стоит из двух частей, и каждый из этих двух частей, вот этот маленький стартовый стишок, каждый из этих двух частей тоже имеет глубокий смысл, что Господь вечером того дня сказал им, что это был за день. Если мы посмотрим перед этим и повествование евангелиста Марка, то мы увидим целый ряд притч о Царстве Небесном, которые Господь говорит, как? Это тоже есть интересное указание, которое тоже можно не обратить внимания. Господь проповедует людям на берегу Галилейского озера, в своей родине, в области Галилеи, которая находится на западе Галилейского озера, на севере Святой Земли, такой вот край между Средиземным морем и Галилейским озером, богатый, плодородный, но который, вот как мы помним, был заселен в перемешку, в том числе и язычники уже там были, и язычники-колонисты грекоязычные, представители культуры Тира и Сидона, куда там более древний языческого противостояния народу Божьему Ветхозаветному. И Господь вот там растет, там, говорит, нет пророка в своем Отечестве, там проводит большую часть своей земной жизни. Из трех лет своей земной проповеди Господь большую часть проповедовал именно в Галилее. И вот этот день, который заканчивается, и когда вечер настается, тоже этот день берет и он проводит в Галилее. И говорит важнейшая притча о сейте или о семне, о горчичном зерне. Как он это говорит? Ну, может, не с самого начала дня. Он это говорит, стоя в лодке. Люди сгрудились. Если мы чуть-чуть отлистаем, мы увидим вот этот момент, как Господь, чтобы люди все его видели, нормально слышали, а никто отступать-то не хотел, что он сам был вынужден на лодку зайти, чуть-чуть от берега отплыть, и чтобы все его слышали, видели. И люди стояли, и весь день слушали Христа. Вот, в принципе, батюшка будет проповедь говорить. Ну, да, ой, батюшка скорее бы договорил проповедь, поскорее бы к Христу приложиться, пойти домой, там, покушать, уже отдохнуть. Даже, ну, смотришь проповедь по видеозаписи, по телевидению, в интернете, ну, то же, там, ой, не перемотаю вперед, да, или потом досмотрю, да, или, в принципе, я пойду там чипсиков возьму, ну, там, параллельно, там, подпроповедь, тоже как-то так буду развлекаться. А тут, надо понимать, Христос проповедует, стоит в лодке, а люди его слушают весь день до вечера. Да, кто-то, может, ушел, кто-то, может, пришел, но толпа не уменьшается. Господь весь день находится с людьми. Пока не наступает вечер, Господь, может, сказать, не жалеет, да, идите все, идите к своим семьям, идите кушать, идите отдыхайте перед следующим трудовым днем, тоже трудиться-то надо. Поэтому и Господь в нашей жизни будет, вот думаешь, почему, Господи, ты с кем-то больше, чем со мной, а сам-то ты с Господом сколько времени проводишь. Если ты к Господу будешь стремиться, и будешь с Господом стараться весь день пребывать, то и Господь будет с тобой. Причем тут надо понимать, пребывать не в смысле забросив все остальные дела. В том числе это имеет отношение к нашей молитве внутренней. Помните слова апостола Павла, непрестанно молитесь. Если ты постоянно со Христом, если ты вот живешь, у тебя день очень насыщенный, там, какие-то рабочие обязанности, семейные обязанности, дорожные трудности между, там, домом и семьей, какие-то еще сопутствующие факторы, там, отдых, развлечения. И вот у нас такой насыщенный день выдался. И мы берем, и если каждый шаг этого дня мы стараемся сделать по Христовым заповедям, по Евангелию прожить, по Евангелию выполнить свои рабочие семейные обязанности и контактировать с окружающими, наверное, с людьми случайными, которые мы в этот день встретим, и никогда, может, в жизни с ними больше в большом городе не пересечемся, то мы будем весь день со Христом. И Христос будет постоянно с нами. И Господь будет нас направлять и подсказывать, и где-то чудесным образом даже от каких-то бед и проблем оберегать. Или где-то их, наоборот, нам попускать, чтобы мы как-то о своей душе больше подумали. Господь будет с нами. Причем тут можно сказать, не, ну вот я вот стараюсь как-то и там на молитве, и как-то я вот там выбраться в храм, и наоборот из-за этого я там больше устаю, и как-то мне меньше времени на мою собственную жизнь, на мои развлечения остается, на важные дела, на какие-то там на мои остается. Доверять надо Господу. Потому что Господь вот сам, вот вечер наступает, и Господь все, говорит, да, переправимся на ту сторону. Он уже все покидает этих людей, говорит, ну все, больше не нужно, вы уже сделали максимум, я не требую от вас больше. И поэтому, если Господь нам дает какую-то возможность, например, в какой-то день там выбраться в храм, может даже будние дни идут, а двунадесятый праздник, все ночные обдения, мы вот после работы зашли, не сразу поехали домой, а зашли в храм и чуть-чуть помолились на все ночные обдения. Тоже это значит, что Господь знает, что у нас есть на это силы. Раз у нас появляется такая мысль, появляется такая идея, то почему ей противостоять, почему бы ее не реализовать, и Господь обязательно это вознаградит, и тоже будет присутствовать в жизни, и тоже будет поддерживать. Однако, очень важно обратить внимание на вторую вот эту часть, которую мы уже снова прочитали, переправимся на ту сторону. Господь говорит, все, здесь достаточно, здесь я проповедую. Теперь я плыву на ту сторону, в землю Гадаринскую, Генесаретскую, Гадаринская страна, это условное именование восточного побережья, Галилейского озера, уже на стороне от Мертвого моря. Это вот территория, частично занимая республикой Израиль и королевством Иордания. Там тоже были города Десятиградия, тоже были язычники, вперемешку с иудеями жили. И, ну, в принципе, особо ничем не отличалось. Тоже язычники, и древние восточные язычники, и новые пришлые, там, греко-римской культуры язычники были, потому что специально эти города заселялись, заселялись как опора некоторой единой римской власти. И, тем не менее, Господь, как мы помним, от них-то уходит когда? Ну, когда они вот в конце вот этой всей истории скажут, Господи, уходи, уходи от нас. Ты нам мешаешь. Да, ты сделал добро, ты изгнал из бесноватого бесов, но нам с тобой не по пути. Там, не мучай нас, отплыви. Вот мы тебе кланимся, молим. То есть, Господи, не вмешивайся. Точно так же вот и можно задумывать, сказать, батюшка, ну вот вы сказали, там надо как-то молиться регулярно, там и в храм выбираться, и в принципе о Господе. Помните, я вот это все делаю. Я молюсь. Я выбираюсь в храм, а я все равно вижу, Господь кому-то больше помогает. Так может молитва-то у нас такая же искренняя, как у этих жителей страны Гадаринской, которые будут говорить, ой, Господи, молим тебя, молимся тебе, чтобы ты нам не мешался. Нам охота вот жить, грешить, земных достижений добиваться, чтобы ты нашу душу не исправлял. Так тоже, может, и на себя надо посмотреть и подумать. А может, вот я точно так же, Господу, молюсь. Ой, Господи, ты мне земные проблемы решай. Что ты мне испытания посылаешь? Душу, чтобы я исправлял? Да не хочу этого. Я хочу беспроблемно жить, в комфорте жить, чтобы, да, там, не терпеть, а наоборот, другим обиду наносить. Да нет, даже не надо обиду, никому не хочу наносить. Ну, просто, чтобы мне люди не мешались. Ну, Господь это уйдет тогда, печально. Причем Господь будет снова и снова, вот Он говорит ученикам, ученикам, то есть вот и всей церкви, Он говорит, потому что тогда церковь составила Христос и ученики, переправимся на ту сторону. Господь все равно будет идти, стучаться вот в сердце, будет приходить. А тех людей, которые Его слушают, слово от и до, тем людям, которые в одно ухо слово влетело, в другое вылетело. Или к тем людям, которые, может, и вняли Его слово, и как-то в сердце сложили, а не хотят это выполнять, потому что неудобно. Надо посмотреть, Господи, а хочу ли я правда Твое посещение? Может, и тогда наш вопрос по тому, а что же Господь нас как-то меньше нам внимания уделяет, тоже Он откроется очень с простой стороны, да потому что я сам этого меньше хочу, что Ты, Господи, Ты как-то мне мешаешься, Ты мешаешь мне вот свиней разводить, мешаешься в грехе валяться, мешаешься, вот мне как-то, Господи, спокойно без Тебя не вспоминать, забыться. Да, там, там, понятное дело, забыться не только, что вот там человек как-то напился и забылся, да нет, забыться просто в суете, в развлечениях, да даже в каком-то полезном, здоровом, спортивном, времяпрепровождении, или культурном, там, театре, выставке, тоже, и в этом можно тоже забыть Христа, но все равно Господь будет идти, все равно Господь придет, Господь к каждому человеку, как он постоянно, мы читаем Евангелие, Господь постоянно вот переплывает в лодке с одного берега на другой берег Галилейского озера. Да, он меньше ходил, можно сказать, в Иудеи, в Иерусалим, но всегда зато туда приходил на величайшие праздники, то есть в те дни, когда люди оставляли свои обычные дела и шли в храм молиться, шли слушать проповедь, то есть, можно сказать, КПД восприятия проповеди было выше, видимо, проще было там слушать Христа, а здесь Господь проповедовал на фоне уже каких-то трудов, рыбаки рыбу ловили, вот свинопасы, свиньи пасли у каждого свои заботы, и действительно, как галилейские рыбаки взяли, оторвались от своих забот и Христа послушали, а генесарецкие свинопасы не захотели этого делать, наоборот, сожалеют, что у них вон там свинки все как-то утонули, Господь им помешал, то есть на фоне каких-то рабочих обязанностей, а кому-то Господь, может, реже является, но зато более ярко, и тоже нам кажется, вот кому-то Господь изо дня в день помогает, поддерживает, и человек берет, даже пусть не в материальных вещах, а просто вот, ну, как-то в душе, вот я стараюсь держаться и не ссориться там с домашними, а вот у этого человека, он даже особых стараний не прилагает, а у него тишь да гладь, да Божья благодать, что же там Господь ему так помог, да, вот, или там человек, и там нас одинаково обидели, там с коллегой по работе, как-то там премию не выписали, продвинули какого-нибудь там родственника, начальника, и вот я хожу, убиваюсь, а мой коллега на моей такой же должности, а он как-то это все спокойно переносит, ну, почему-то Господь его так ему помог, пощадил, посетил, да, потому что тоже человек лучше готов слова Христа принять, а другому человеку Господь может вот как-то и нет, и вроде не участвует в жизни, и сам человек о нем не вспоминает, а он приходит как Господь в Иерусалим, то есть уже не от одного Галилейского берега к Генесарецкому, а идет уже отдельно, но зато это посещение такой силы, что человек просто переворачивает свою жизнь, вот человек вспоминает вот такое-то чудо, или такое-то совпадение, или вот я Евангелие открыл, так был озлоблен, прочел и прям душу отпустил, или просто я зашел в храм, помолился, и Господь сердце мое укоснулся, все, никаких чудес за жизнь, никакого больше вот такого яркого вспоминания нет, одно единственное, но уже человек смог, вот как те слушатели Христа в Святом Городе Иерусалиме, пришедшие на праздник, понять, вот он Господь со мной, и я хочу тоже всегда быть с ним, поэтому, дорогие братья и сестры, даже тут не стоит особо и Христа призывать, Господь обязательно к нам придет, Господь к нам идет, и Господь идет не один, а со всей церкви, посылает своих учеников, посылает своих учеников уже святых, кто в раю с ним пребывает, посылает своих учеников в церковь свою, священников, чтобы они благовествовали, других мирян, членов церкви, которые точно такие же ученики, чтобы как-то они о Христе свидетельствовали рядом с нами, но и мы точно так же все-таки видим, что Господь говорит, переправимся на ту сторону, Он говорит, не я один пойду, я хочу тоже, чтобы и ты со мной шел, и надо вопрос, уже надо адресовать заключительный к себе, а готов ли я со Христом идти вместе и другому человеку благовествовать, не идти, чтобы он терпел мои недостатки, а идти наоборот и нести ему любовь, как Господь говорит, потому узнает, что вы мои ученики, что вы любовь имеете между собой, пришел, любовью человек окружил, человек понял, что к нему Христос постучался, и точно так же и ты можешь увидеть, что может не то, что Господь как-то сверхъестественно тебя посещает и больше помогает, а просто пришел ближний, который принес сердце своему Христа и любовь, и тоже тебя этой любовью поддержал, и сказать, ой, Господи, дурак я был, не замечал того, что ты, оказывается, ко мне пришел, ты меня посетил, ты меня укрепил, а вот там мне казалось только каким-то окружающим людям. Тоже вот это надо смотреть, потому что Господь идет не один, и иногда за толпой учеников Христа не видно своего Спасителя. И к тому же тоже, ну вот самое последнее, ученики-то они несовершенные, ученики грешные, Христос-то безгрешный, и когда переправляется на другую сторону, в нашу сторону переправляется Христос вместе с учениками, вместе со своими последователями, мирянами, священниками, и они рядом с нами проходят, и мы видим их грехи и недостатки. И они нас своими грехами и недостатками тоже чуть-чуть царапают, там в нашей душе больно от соприкосновения с ними. Но не надо бояться, потому что раз уже появились и бестолковые, грешные, несовершенные ученики Христа, то вслед за ними к нам приплывает и Сам Спаситель. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!